Песня 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 Вот такими они были в минуты творческих удач и внутреннего триумфа. Огромные концертные площадки во дворцах культуры и в поле, искренняя любовь телевизионной аудитории, как рикошет оглушительной славы братьев Геннадия и Александра Заволокиных с их любимой в народе передачей «Играй гармонь». Кочевая гостиничная жизнь супчиком из топора и работа, работа, работа в сласть до изнеможения, в кайф, как говорит нынешнее поколение артистов. Оборвалось это полубогемное существование внезапно. Он кричал во вскоре, во вскоре, во вскоре, во вскоре, во вскоре, во вскоре. Веть вам по небе, на нем ответила. Я за Волокином был в хорошем дружеском отношении, и я ему сказал, ты должен поехать, вот есть совхоз Измайловский, где работает директор Заплатин. Он говорит мне, что в совхоз? Да ты что, Иван Антонович? Я говорю, Геннадий Дмитриевич, вы не ошибетесь, если вы туда попадете. И вот таким путем, после того, когда он заехал сюда своим ансамблем, он каждый год приезжал по два раза. И таким путем эта молодая пара, не сказав за Волокину ни слова, и переехала вот сюда, в Измайловский совхоз. Я, конечно... Вам за Волокин спасибо за это сказал? Да, он после этого меня только, значит, во всех конкурсах, во всех участиях, короче, где я принимал, он мне только мотылька показывал, больше ничего. Что это означает? А это означает то, что я по телевидению никогда не выступал. Четы убегают, как волк. Летная поляна, цветы не забудки, и слово твое не забуду. Не забуду, не забуду, небо купа голубой и поляну, не забуду, где мы встретились с тобой. И словно билеты туман над рекою уходят тропинками грудь. Я трогаю, не забуду, не забуду, не забуду, небо купа голубой и поляну. Не забуду, не забуду, где мы встретились с тобой. Это руки музыканта, да, не забуду? Да, сейчас уже как-то неудобно даже за эти руки. Ну, при всем при том, за них играем потихоньку. Понятно. Но ты, я чувствую, не думал, не гадал, да, что придешь к крестьянскому образу жизни? Да нет, конечно, я часто в последнее время вспоминаю, мать мне говорила в детстве, когда я учился, вот на музыканскую школу пошел, уехал от родителей в райцентр, поскольку школы не было там. Она говорила, учись, сынок, хоть ты, может, выучишься, не будешь тут в навозе замглавы по социальным вопросам. Ну, тут только так звучит социальный вопрос, а фактически вопрос настолько полярный, что... Говорят, спектр деятельности швачаешь. Да, но насколько трудно, настолько и интересно, начиная там, скажем, от проблем отопления, заканчивая семейными драмами. И, там, скажем, повышение заработной платы, достать краску, там, леноулю, выбить деньги на ремонт, наказать штрафом за распашку земель прибрежных. То есть я даже не предполагал, что столько чиновнику, так называемому, приходится работать. Причем чиновнику, а к музыке, да? Да, ну, я сейчас ищу, как я уже говорил, некоторый компромисс в работе, пытаясь совместить одно с другим, не знаю, что из этого получится. Ну, по крайней мере, пока земля вот эта дала несколько песен. Вначале ему казалось, что его руки музыканта просто откажутся отстукивать на машинке бумаги из обихода сельской административной канцелярии. Вся эта работа по обеспечению стариков дровами и электроэнергией, прочая хозяйственная суета, неблагодарная изначально, поскольку у людей мало доверия к власти вообще осталось, возможно, против его естества, но выручает мощный компенсатор. Сами слышали, музыка. Сами слышали, музыка. Сами слышали, музыка. Давай, давай, давай! Трудно быть звездой, а? Нет, не трудно, конечно. А в чем трудность состоит? Пой, веселись и все. До приезда вот этих милых людей вы были звездами, нет? Ну, я не знаю. Мне кажется, мы всегда звезды. Ну, я думаю, что... Ну, наверное. А что с приездом изменилось? С приездом этих людей? Ну, многое. В лучшую сторону. Песни у нас очень интересные. Еще никто, по-моему, в нашем районе эти песни не пел. Мы первооткрыватели. Ну, мы стали более раскрепощеннее вести себя на сцене. Не скованные. Ну, и руководитель все-таки вложил в это немало. Своей работы, чувств, энергии. А все чувства уверенности у нас в силу, что вы всегда будете первыми? Ну, с каждым разом все больше и больше. То есть вы никого не боитесь, да? Ну, нет, конечно. Особенно, когда уезжаем за пределы совхоза. Заведомо неблагодарное занятие – делить музыку на народную и остальную. И заграничное бывает никудышное. А от придурковатых переплясов порой тошнит, как от всякой некачественной работы. Я помню, как одинаково сладко замирало сердце от любого из аккордов альбома «Ди Паппл ин Рок» и от песни «Широкатый степь» в исполнении хора «Совхоза Победа». Виктор и Екатерина Протоковила остались в этой деревне еще и потому, что музыку здесь по-настоящему любят, а главное – понимают. Поется всегда хорошо тогда, когда слушают. Вот как, допустим? Про любовь. Виточку сирени к берегу прибила, первое свидание, как давно ты была. Вика, вспомнишь, нет? Первое свидание. Ну, у него, наверное, не со мной было первое это. Помню. Да прям по старости помню аж. Ну, вообще-то в Новсибирске, как раз в училище музыкальном, я уже учился, а Катя как раз на вокальное отделение поступила. Ты народник был, да? И вот так вот между нами, говоря, когда у нас было такое соперничество, ну, между парнями, кто как подойдет лучше к женщине, вдруг мне докладывают у мои друзья, это там такая появилась. Где его? Откуда кто-то появилась? На самом себе, на шее. От местной была, да? Понятно. Ну, она, вообще-то корни жил тебя в Забайкальске. А у тебя украинский. Да. Вот мы вот такие, как же, Забайкальско-Украинские казаки получились. Вот ты интересный человек. Я потому что, правда скажу, она никому не нужна сейчас. Можно не писать, потому что… А вот лучше пусть Виктор скажет. А если оба, пофаги. Правда во всем бывает. Вот подожди. Во-первых, значит, если есть вопрос, значит, нужен ответ. Скажем, в каждом коллективе, да, какое-то определенное время назревает кризис. Понятно. Это закон, да? Малая группа или большая, или… И это-то, она носит такой синусоидный характер. Взлет, падение, взлет, падение. Вот этот момент нашего сюда переезда, видимо, попал как раз в пик падения общего коллектива. Я на вашем лице читаю грусть от того, что расстаться пришлось с Катей и Витей. Я прав? Ну, я в любом случае за них рад. Почему? Потому что они продолжают, продолжают работать, значит, творчески. Вот так в отдельно взятом селе отдельные творческие люди обусловили коммунистическую теорию о том, что истинный творец должен сидеть на земле. Землю попашет, попишет стихи. Помните пролетарского поэта? Процесс сочинительства, наверное, непредсказуем и непланируем. Но условия для того, чтобы творческие муки не переходили в судороги, наверное, должны быть. Вы хотите счастье испытать, поедем за Байкалье, снова закопать. Трай-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, поедем за Байкалье, снова закопать. Когда туда приедем, в артели мы наймемся, и только с него дарим, и горя наберемся. Трай-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, только с него дарим, и горя наберемся. Трай-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля, и горя наберемся. Трай-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Она, в общем-то, где-то, можно сказать, чуть ли не приоткрыла вообще мои песни. Они у меня написаны, их очень много, я издавна этим занимаюсь, вот лирическими песнями. Меня вот телезрители, конечно, больше знают, как, значит, в дуэте с братом мы всегда исполняли частушки. А эти песни вот Катюша просто, ну, как-то мне их просто, ну, подарила, приоткрыла. ПЕСНЯ 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 Заплатил, записались, выпустили сейчас пластинку, вот вы видели, и продаем, и вручаем подарки. ПЕСНЯ Сердце жарня сушу я, снегом пусть не замело, не суди любовь чужую, любопытное село. ПЕСНЯ Не увижу сердце ное, и опять свиданье жду, что же ты, сил родное, нам сулишь одну беду. Сердце жарня сушу я, снегом пусть не замело, не суди любовь чужую, любопытное село. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok